Добрый вечер на канале Буктовая. Большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волнует жителей областного центра, какие решения принимаются, какие инициативы реализуются. Коротко о главном. Сотня бетонных опор, поднятых на уровень 12 метров. Общая длина 2 километра 500 метров четырехполосного шоссе. Строительство западного обхода автомагистрали общегородского значения вышло на финишную прямую. Серьезный экономический рост, работа на перспективу и расширение границ сотрудничества. Председатель Брестского грузполкома Александр Рогачук встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси Сагнитой Бахадур. Вышиванка как оберег для родившихся маленьких белорусов. Активисты Берсэм поздравили молодых мам и новорожденных с Днем независимости в рамках акции «Подары немаулятий вышиванку». Брещане прониклись духом индийской культуры и узнали, как получить чувство единения с миром и вселенной. В Бресте прошел международный фестиваль йоги. Прямо сейчас об этом и не только. Преображающийся областной центр с каждым днем становится все комфортнее. Это и благоустройство, и развитие инфраструктуры, в том числе и транспортной. Город в преддверии большого праздника, который даст отчет очередному тысячелетию. Мы постоянно рассказывали и показывали, как меняется Брест. Теперь пришло время подводить итоги и говорить о проектах, способствующих сделать жизнь в городе над Бугом более комфортной. Одна из локаций сегодня в зоне особого внимания – западный обход. Строители вышли на финишную прямую, не за горами открытие объекта, уникального по своим параметрам. Аналогов такому комплексу пока нет в Беларуси. Смотрите первый материал выпуска. Еще несколько лет назад проект западного обхода с большим монолитным кольцом был элементом активных дискуссий чиновников депутатов и общественности. Сегодня его строительство в завершающей фазе путепровод стоит на сотне бетонных опор, которые строители подняли на уровень 12 метров. Его общая длина – 2 километра 500 метров четырехполосного шоссе. Западный обход – автомагистраль общегородского значения, которая должна значительно улучшить ситуацию с дорожным движением в областном центре. Объект, возводимый согласно плану подготовки города к тысячелетию, приятно удивляет масштабом и оснащенностью. Многофункциональный мост с кольцевой развязкой, мощными опорами и несколькими спусками прошел испытание весом и практически готов к эксплуатации. Действительно, на высоте здесь дух захватывает. С 1 августа будет уже работать государственная комиссия по приемке, по распоряжению губернатора. Поэтому добиваем, скажем, мелочи. Было испытание, если, допустим, на первых испытаниях Дорнии брал 6 машин груженных, 20 тонн, это порядка 30 тонн, то уже на второе испытание он превысил нагрузку, 10 машин взял. Но все же стоит. Работы на объекте не прекращались и зимой. Отдельные этапы строительства, конечно, приходилось откладывать. Для соблюдения технологии закладки и строительства новая развязка позволит сортировать автомобильный поток, а также свяжет первую и вторую очереди западного обхода. Теперь идет обрастание мостовой конструкции всей инфраструктурой. То есть делается барьерное ограждение, шумовые экраны ставятся, ставятся перильные ограждения, но они уже заканчиваются. На выходе, скажем, осталось там процентов 5-6 перильного ограждения. Сейчас уже начали поступать вагонами дельтаблоки, чтобы было понятно, такие бетонные конструкции, которые разделяют полосы проезда, чтобы меньше было аварийности и встречные машины не могли столкнуться друг к другому. Идет снизу под всем переходом нашим уборка территории, вертикальная планировка. Зеленстрой пришел, начинает всыпать чернозем. Вторая очередь западного обхода должна качественно повлиять на транспортные потоки в городе. Использоваться будет и часть существовавших ранее дорог, размещенных под мостом. Подъезды и остановки к ним уже сделаны. Открытые же не на новом объекте планируются к празднованию тысячелетия. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальных событиях города Бреста. Наладить дипломатические, экономические, культурные и туристические связи и нарастить товарооборот смогут Брест и Индия. Накануне в областном центре прошла официальная встреча председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси с Агнитой Бахадур. Событие так или иначе можно назвать историческим, ведь глава дипломатической миссии город над Бугом посетила впервые. О высоком экономическом росте, работе на перспективу и расширении границ сотрудничества наш следующий сюжет. Дипломатические отношения между Брестом и Индией набирают обороты и явно выходят на новый этап развития. Встреча мэра города Александра Рогачука с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Беларуси с Агнитой Бахадур состоялась в горосполкоме. Разговор продолжался около часа и стал крайне плодотворным. И хотя повод не экономический, а культурный, фестиваль йоги, это стало отличным поводом и для деловых переговоров. Товарооборот между Брестом и Индией активно растет. За прошлый год он превысил 25 миллионов долларов. Темп роста 130%. Только за 2018 экспорт товаров из Бреста в Индию вырос в 28 раз. И есть все предпосылки, что скоро эти цифры достигнут еще больших отметок. Бресту есть, что предложить иностранным партнерам. Мы можем предложить те наши площадки под создание совместных производств с индийским капиталом. Это, конечно, фармацевтика прежде всего. Это компьютерные технологии. У Индии очень сильные программисты, очень сильные наработки в этом направлении. Создать какой-нибудь совместный IT-проект. Поэтому есть точки предложения. Индия – партнер солидный. В основном все официальные встречи проходят в Минске. Брест впервые встретил лидера Дипмиссии. Событие без преувеличения значимое. Говорили о многом. Как развивать экономику? Этот вопрос бесспорно на первом месте. Брестская сторона предложила индийским партнерам участвовать в экономическом форуме 5 сентября. Туризм. Как сделать так, чтобы в Дели, да и в целом в Индии, знали не только о белорусской столице, но и о пограничном и таком гостеприимном Бресте. И все же основная цель встречи – укрепить фундамент культурного сотрудничества. Сегодня есть совместные индийско-белорусские предприятия, но все же их недостаточно. Я уверена, что у экономического сотрудничества между нашими странами большой потенциал. Надеюсь, что мы будем строить новые предприятия и развивать белорусско-индийский бизнес. И темп роста товарооборота будет по-прежнему расти. Кстати, планируется налаживание авиарейсов в Минск-Дели через Душанбе. По поводу культурных связей я очень рада идее об организации проведения в Бресте фестиваля йоги. Здесь речь идет не только о физическом, но и о духовном исцелении. Мне кажется, что брещане должны позитивно отнестись к такому событию в городе. Вообще, эти переговоры могут смело претендовать на рекорд по результативности. Партнеры мыслят глобально. Уже рассматривается идея о появлении индийского ресторана в Бресте, организации фестиваля индийского кино, участие зарубежной стороны в международном карнавале 7 сентября и, конечно, во многих мероприятиях, посвященных празднованию тысячелетия. Словом, куда ни посмотри перспективы. И пусть с большего пока культурные, но именно они могут стать хорошим инструментом для развития экономического сотрудничества. Индийская культура очень колоритна, глубоко философски, каким-то образом самовыражена. И это абсолютно накладывается на наше восприятие города Бреста, как города-перекрёстка, города, где встречаются все культуры. Мы очень заинтересованы. Из таких вот мелочей, из рабочих встреч, в принципе, создается какая-то атмосфера, а потом выходит всё на реальные проекты. Виктория Нечаева, Павел Малошон и Кантон Луговкин. Итоги недели. К визиту чрезвычайного и полномочного посла Индии в Беларуси Сагниты Бахадур мы чуть позже ещё вернёмся и расскажем вам о фестивале йоги. Ну а сейчас напомним ещё об одной встрече, которая прошла в Брестской мэрии на этой неделе. Молгобек и Луцк, Равенсбург и Люблин, Куворден и Батуми. Порядка 40 городов из 15 стран мира связывают тесные партнёрские отношения с Брестом. С каждым годом они совершенствуются и становятся разнообразнее. Подписание соглашения, экономическое и культурное сотрудничество, обмен информацией, накопленным опытом – основные аспекты взаимодействия. Сегодня поддержание и укрепление дружественных связей в приоритете. Накануне в Брест с официальным визитом прибыла делегация из Словакии. В очередной раз были оговорены основные направления сотрудничества в различных сферах деятельности. На протяжении уже не одного года Словакию и Брещину связывают крепкие, тёплые доверительные отношения. В подтверждении тому приезд многочисленной делегации. Порядка 30 человек, несмотря на сотни километров, которые разделяют наши города, приехали, чтобы встретиться с руководством областного центра, оценить эффективное сотрудничество в рамках побратимских отношений и в прямом смысле окунуться в колорит национальной культуры Брещины. Цель нашей поездки – встретиться с Брестским районом и подумать о сотрудничестве между нашими деревнями, между деревнями Белоруссии и Словакии. И подписать договор. И можно не маленький цель, но тоже хочу представить нашу интересную фолклорную группу «Лелия». Хотим, чтобы тоже деревни нашего района кумены в культуре, в спорте, в туристике, в экономике, в образовании проститых сфер, есть очень много, где два близкие славянские народа, как Словакия и Белоруссия, могут сотрудничать. По итогам сотрудничества за 2018 год внешний творооборот Бреста со Словакии составил порядка 6 миллионов долларов США. Экспорт насчитывает 877 тысяч долларов США. В результате темп роста экспорта – 124%. У нас подписано побратимское соглашение между администрацией Московского района, городом Бреста и городом Вранов на топлив. Здесь уже мы давно работаем во взаимосвязи с учреждениями образования, в культурной сфере, в спортивных мероприятиях, но и также уже экономический блок тоже начал работать и очень активно. Уже сегодня товарооборот между городом Бреста и Словакией присутствует в размере чуть более 200 тысяч долларов США. А в среднем по году внешний торговый оборот между Словакией и городом Брестом составляет порядка 6 миллионов долларов США. Позитивная роль побратимства в обеспечении устойчивого развития между Брестом и Словакией является образцом народной дипломатии. А обсуждение дальнейшего перспективного сотрудничества – неотъемлемая часть, и без того теплые беседы. Ведь гости из Словакии давно стали родными людьми. Во всех регионах страны дан старт республиканскому молодежному проекту «Беларусь. Крыница натхненья», основной целью которого является привлечение интереса молодежи к белорусской национальной культуре и традициям, сохранение преемственности поколений. Частью масштабного проекта в четвертый раз стала акция «Подары немаулятси вышиванку». Трогательное мероприятие прошло в Брестском областном родильном доме. Активисты БРСМ поздравили молодых мам и родившихся маленьких белорусов с Днем молодежи и Днем независимости. Подарили им вышитые распашонки и пожелали счастливого и беззаботного детства. Наш корреспондент Юлия Селюк уверяет, эмоции были очень трогательными и искренними. Смотрите ее сюжет. Рождение малыша – важный и одновременно волнующий момент в жизни родителей. Однако особый смысл появления на свет младенцев приобретает в преддверии государственных праздников. Инна Левшук, мама уже двоих детей, рассказывает. Рождение дочери Алины накануне Дня молодежи, Дня независимости – счастье для всей семьи. Уверенно воспитание в любви и заботе позволит вырастить активную и достойную девочку – настоящую белорусочку. Значит, очень ценно то, что будет у моего ребенка, у девочки вышиванка. Это символ Беларуси, да, это в любом случае будет как память. Вот, мы очень рады присутствовать сегодня здесь. Мы обязательно должны быть активны и участвовать во всей социальной жизни. Как в школе, как в садике, как везде. Порядка 20 мамочек со своими новорожденными детьми накануне встречали активистов Брестского союза молодежи, которые пришли в гости в родильный дом поздравить женщин в честь рождения сынишки или дочурки не с пустыми руками. Главный подарок – вышиванка с элементами национального белорусского орнамента. Организаторы акции уверены – символический оберег станет для малыша надежной защитой. В реликвии это станет, наверное, станет память, да, на всю оставшуюся поколение, поколение будем передавать. Мы постараемся, по крайней мере. Это очень, очень, очень красивый подарочек. Очень милая, хорошая акция. Всегда очень приятно видеть мам, которые стали впервые мамами, либо уж второй или третий раз. Это замечательно, потому что дети – это есть и сила нашей страны. И чем больше будет у нас молодых граждан, тем богаче будет наша страна. Это замечательно. И такие акции мы хотим продолжать и дальше, потому что они необходимы в том, чтобы мы видели наше подрастающее поколение и молодые мамы видели заботу нашего союза молодежи о них. Не остались без внимания молодые мамы при выписке. Они дождались того момента, когда вернутся домой с пополнением. А встречали своих жен и детишек главы семейств, которым не терпелось скорее забрать свое счастье. Приятно, очень тревожно, трогательно. Вот, называли Александра по календарю связи. Вот, у нас будет Александр Александрович. Вот, хотелось бы выразить огромную благодарность всему медперсоналу. Это второй ребенок, это девочка. Зовут ее Кира. Второй раз мамой быть очень приятно. Ощущения даже как-то больше переполняют, чем в первой. Женщинам это нравится, это для них праздник. Вы видели, какие у них были лица сегодня сияющие. Конечно, у них и так сияют лица от того, что они родили. Вот, а данная акция, конечно, это говорит о том, что БРСМ занимается с молодежью. Это говорит о том, что они поддерживают всячески. Это говорит о том, что они заинтересованы в том, чтобы у нас рождались новые граждане, достойные граждане Республики Беларусь. Поэтому мы, конечно, очень рады, что они нас посещают. Демографическая обстановка в Брестской области всегда отличалась хорошими показателями. 2019 год не стал исключением. За пять месяцев в регионе уже родилось 5900 детей. Из них 2114 малышей появились на свет в Брестском областном родильном доме. Как и обещали, возвращаемся к визиту высокопоставленного дипломата из Индии Сагнит Бахадур в Брест. Посол лично приехала открыть фестиваль йоги и показать, как познать мудрость бытия. К этому событию готовились брещане. Также на международный фест приехали туристы из разных стран и городов. Фестиваль превратился в настоящий масштабный праздник с неповторимым индийским колоритом. Мы побывали на фестивале, успели интервью записать, узнать много об индийской культуре, традициях и даже помедитировать. Официальное открытие международного фестиваля йоги в Бресте состоялось накануне на площадях выставочного зала культурно-просветительского общественного объединения «Маяк». Конечно, главный гость праздника – чрезвычайный полномочный посол Индии в Беларуси Сагнит Бахадур. Почетного дипломата встретили по-белорусски гостеприимно и хлебосольно. А затем была совместная медитация за мир. Встреча собрала всех, кто хочет укрепить здоровье, освоить отдыхательные практики, упражнения для уравновешивания эмоций, коррекции осанки. Можно ничего не знать о йоге, но при этом заниматься ею ежедневно. Это концентрация, это сосредоточение, это какие-то мягкие потягушечки. Это все йога, это образ жизни, это какие-то маленькие элементы, которые можно даже не знать, как это называется, но тем не менее это большой-большой такой комплекс. А сегодня превратилась в Индию, только в миниатюре территория легкоатлетического манежа. Программа международного фестиваля насыщенная. Можно было освоить различные медиативные практики и направления йоги. Участвовать в занятиях могли все желающие, независимо от пола, возраста и уровня подготовки. Это обретение целостности и осознанности. Йога – это совершенствование души через тело и духа через душу. Я сюда пришла увидеть мастеров, которых не всегда можно увидеть в Бресте, приезжих, посла Индии, культурного посла Индии. Это событие в жизни города, поэтому призываю брестчан не лениться, подниматься и проживать каждый день, каждую свою жизнь из воплощения в воплощение на 100%. Во-первых, это лишний повод улучшить свое здоровье, в частности, позвоночник. Приятно провести время, показать своей дочери, что вот так можно проводить время. Йога очень многому учит, и она раскрывает нам видение этой жизни немножко в другом таком ключе. Проникнуться духом индийской культуры и узнать, как получить то самое чувство единения, пришли десятки брестчан. Занятие провела культурный посол Индии в Беларуси Кирти Чортия. Йога сейчас популярна во всем мире. Беларусь, в том числе, поддерживает этот тренд. Там жизни современных людей сегодня очень быстры, поэтому многие ищут и прибегают к йоге как источник уменьшения стресса. Только что прошел фестиваль йоги в Минске. Было очень много позитивных впечатлений от него. Надеемся, что аналогичная ситуация будет и в Бресте. Сама идея о проведении такого фестиваля в Бресте возникла давно. Реализовался проект, пожалуй, в наилучшее время, когда город находится на пороге тысячелетия. Поклонники йоги приехали из России, Украины, Беларуси и Индии. По сути, йога – это гимнастика для души и тела. Основная цель занятий – достичь гармонию с самим собой и окружающим миром. Йога – это практика другой страны, другой культуры и религии. Когда проникаешься занятиями, начинаешь совершенно по-другому смотреть на вещи, по-другим углом и через призму новой философии. Философии единения души, тела и разума. Виктория Нечаева, Павел Малошон, Антон Луговкин. Итоги недели. Брест в преддверии своего тысячелетия качественно прирос туристами. В среднем их количество увеличилось вдвое. Повлияло на цифры и знаковое мероприятие, которое в этом году принимает Беларусь – вторые европейские игры. Сегодня областной центр живет и в духе спорта, и азарта болельщиков, встречая гостей из разных стран мира, параллельно готовясь к своему большому дню рождения. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая узнала, как живет город в этой приятной, но очень ответственной суете. Туристическая привлекательность – критерия, определяющая во многом развитие региона. Именно поэтому в последние несколько лет многие города мира активно занялись разработкой концепции продвижения своих достопримечательностей и памятных мест. Областной центр всегда был городом туристов. Однако в преддверии тысячелетия тема развития его потенциала стала одной из центральных. Дополнительный импульс во взаимоотношениях с европейскими странами дал безвизовый режим на территории туристско-рекреационной зоны Брест. Перспектива провести уикенд в Беларуси оказалась весьма заманчивой для гостей за рубежа. Только за полгода турпоток по безвизу в сравнении с аналогичным периодом 2018-го вырос вдвое. Количество туристов, если сравнить даже неделю перед празднованиями, которые прошли в городе Бресте, возросло в два с половиной раза. Если обычно за неделю к нам влежает около 400 туристов, то сейчас за неделю, предшествующую большому празднованию в городе Бресте и началу вторых европейских игр, в город Брест въезжает более тысячи безвизовых туристов. Популярность городу приносят и мероприятия. Только в этом году в День памяти и скорби в Цитадели побывало более 10 тысяч гостей, среди которых порядка 500 реконструкторов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, Брест стал транзитным пунктом для гостей вторых европейских игр, дух которых царит в областном центре. Фан-зона на стадионе активно живет даже днем. Здесь постоянно ведутся трансляции выступлений спортсменов, работают фотозоны, игровые площадки. Европейские игры – это почетное для нас событие. Я очень рада, что являюсь волонтером и болеете за наших. Переводчики в диспетчерское областное управление МЧС появились также в рамках проведения вторых европейских игр для оказания комплексной квалифицированной помощи в случае необходимости. Ведь не последнюю роль в вопросах гостеприимства играет безопасность. Переводчики-волонтеры – студенты факультетов иностранных языков. Мне стало интересно практиковать язык, потому что возможности-таки не часто выпадают, а попасть в Минск у меня не получилось. И поэтому я сразу же согласилась сюда прийти. И на самом деле очень интересно, ждешь, когда поступит звонок, и разговаривать на английском, и понимать, что еще от этого зависит чья-то жизнь, возможно. То есть нужно кому-то помочь. На самом деле очень интересно. И в принципе наблюдать за работой сотрудников МЧС интересно. Все так сплочено и быстро. Пока, к счастью, реальных случаев с оказанием помощи не было зафиксировано. Однако министерство и руководство областного управления держит руку на пульсе. И периодически внепланово проверяет слаженность работы переводчиков и диспетчеров. Звонки носили только проверочный и тренировочный характер. И не зарегистрировано на данный момент никаких сообщений от иностранных граждан. Но тем не менее мы всегда находимся в режиме ожидания. С любой точки области мы готовы обработать вызов, оказать помощь человеку, который оказался в трудной ситуации, или просто к институту помощи. В целом же город будет жить вторыми европейскими играми до воскресенья. В торговых павильонах еще можно найти различные сувениры и сладкие подарки с логотипом одного из крупнейших спортивных событий страны. Для Бреста же пик мероприятий приходится на сентябрь, когда город будет праздновать свой миллениум, приехать на который уже заявились гости из разных городов мира. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 30 июня погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. В Бресте воскресный день будет солнечным и жарким. Температура воздуха будет колебаться в пределах 15-17 градусов ночью и 26-28 в дневные часы. Ветер западный умеренный, атмосферное давление будет расти. 1 июля ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Днем в Западной Европе переместится малоактивный атмосферный фронт и очень теплая воздушная масса. Ночью и днем в Бресте преимущественно без осадков. К вечеру возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, температура воздуха минимальная ночью плюс 19-21, максимальная днем достигнет отметки в 32 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова